по поводу обстрела на украине автобуса где погибли люди есть достаточно полная версия видеозаписи тем что произошло камера установлена на блокпосту вот мы видим развилку камера здесь смотрит на дорогу на трассу блокпост находится между волновахой и бугосом вот благодаря вот этой видеосъемке вот вдалеке виден бугос соответственно я курсором выделяю позиции ополченцев на горизонте они находятся вот тут если мы посмотрим на карту позиции ополченцев километраж получается где-то в районе 7 9 километров ополченцы могли находиться у населенных пунктов диапазоне старобешево комсомольская тыла но под вопросом николаевка наверное не могли находиться слишком близко этот населенный давайте посмотрим два километра но на самом деле от николаевки до именно до блокпоста тоже приемлемое расстояние 7 километров вот значит давайте посмотрим как происходил обстрел вот это поле на которое будет произведен обстрел вот это поле на карте вот он видим транспорт он движется и вот первые выстрелы обратите внимание выстрелы идут с этой стороны и и идут в эту сторону значит стреляли четко с этого направления то есть со стороны территории контролируемой ополченцами днр транспорт обратите внимание останавливается весь после обстрела соответственно вот здесь мы не видим остановился и автобус желтый когда первые снаряды упали на поле водители увидели их и они затормозили и вот сейчас камера повернется в сторону желтого автобуса в котором погибли люди вот попал снаряд града на саму трассу и один из снарядов попал недалеко от автобуса разговор о том что этот выстрел одиночный ну я не специалист но могу сказать что в кучности выстрелов града это тоже нормально то есть один из снарядов отклоняется так как полет идет с этой стороны и один из снарядов отклоняется где-то на 400 метров и взрывается происходит разрыв недалеко от 1 значит по поводу разрыва сам разрыв пресс произошел вот здесь за деревом дерево пострадала взрыв града был где-то в 12 в 11 14 метрах от автобуса здесь есть насыпь соответственно видимо насыпь срикошетила и осколки града пошли вверх то есть они ударились часть была поглощена насыпью заледневшая земля вот а часть осколков пошла вверх и вот как раз ту зону где сидят люди это окна это крыша автобуса изрешеченные осколками к сожалению осколки достаточно крупные у снаряда града их немного но они очень крупные поэтому попадание даже одного такого осколка на вылет это фактически смертельное ранение для людей вот поэтому к сожалению так много погибших потому что при обстреле пулями наверное выживших было бы гораздо больше потому что люди бы шансов на выживание при автоматном обстреле или вот как у нас сми говорят с близкого расстояния автоматный пулеметной очереди все равно шансов на выживание было бы больше у людей вот чем от попадания града недалеко от автобуса на карте воспроизвести эту ситуацию можно следующим образом вот эти точки красные это зона зона попадания снарядов града вот и красные стрелочки это предполагаемая траектория движения этих снарядов то есть вот это как бы наиболее вероятный диапазон выстрелов то есть стреляли где-то с расстояния от семи километров отсюда и вот туда еще километра два здесь находится населенный пункт я не знаю не могу сказать по факту кто в этом населенном пункте находится ополченцы могу сказать что к самому бугаси видимо находится силы украинской украинской армии в этих населенных пунктах находится возможно тоже силы украинской армии но вопрос контролируется не контролируются эти населенные пункты украины неизвестно пригорода этих населенных пунктов здесь есть дороги здесь есть полях дороги и в принципе либо за этим населенным пунктом либо перед ним могли из одной машины ракетной установки град выпустит вот эти снаряды вот попадание снаряда града в автобус и говорят что невозможно чтобы снаряд вот так отклонился от общей кучности ну возможно видите что этот стране снаряд немножко перелетел но он абсолютно естественным образом и отсюда и отсюда он тоже был выпущен установкой град то есть это 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 тот же самый снаряд никто там бомбу или что-то еще подобное не взрывал отдельно на фоне обстрела градов это выглядит безумно на самом деле вот поэтому это отклонившийся немножко перелетевший снаряд из общей группы снарядов которые обстреливали эту территорию